У меня тоже радость, нифига себе, подсказал одно слово «возможно» и сразу стало ясно, что я живой мужчина, хозяин имени Антона. Без всяких документов и без всяких процедур оживления. Вот смотри, до чего дошло. Одно живое слово и тебя признали живым мужчиной. Так будь живой, кто тебе мешает. Так не мешай сама себе. Мне не хватает информации. Вот нужно что-то узнать, что делали. Уже 21 век, все забыли, что такое библиотека. Сейчас, я хочу сжать время, я хочу сократить время поиска. Это не ко мне, это надо к изобретателям или самой машину времени сделать. Информации очень много, а ты, говоришь, информации мало, ты просто ее искать не умеешь. У тебя гигантский универсальный источник информации под рукой, а ты звонишь мне и спрашиваешь, где искать информацию. Я тебе могу указать, где дверь находится. Открыть ее должна сама. Во-первых, ты меня не слышишь, потому что перебиваешь. Во-вторых, ты меня не понимаешь, потому что перебиваешь. Ты, короче, не хочешь сама искать информацию. Тебе нужно сразу на блюдечке подать. Не знаешь, что это блюдечка. И будешь использовать как молоток. Чем отличается учитель от наставника? Ты постоянно съезжаешь вот с этой темы. Где искать информацию? Где лучше всего искать информацию? Какой есть универсальный инструмент для поиска информации? То есть ты пытаешься использовать меня как поисковик. Я хочу задать тебе вопросы. Немедленно дай мне миллион ответов. Не хочу. Сразу дай мне правильный ответ. Не бывает правильных ответов. Непрерывно, прерываясь только на сон, еду и в туалет ходить, все вопросы я задавал поисковику. Живой в суде. Вот этих фраз тебе хватит как минимум на два месяца. Спаси себя сам и тысячи спасутся вокруг. Здравствуйте. Меня зовут Вера. Я Антона звание, правильно? Возможно. По голосу я вас узнал. Я из Нижнего Новгорода. Недавно по теме оживления стала информация. И у меня так много вопросов. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас ребята, кто в Нижнем, может мне подсказать, сориентировать и вообще дать информацию? Я сама ищу, ищу, у меня просто уже в голове путаница, и я не могу понять, с чего начать. Вот я нигде не могу найти первую точку отсчета, с чего начинать процедуру. Процедуру чего? Оживление. Слушай, ну для начала хочу сказать, видишь, как приятно мне, вот ты говоришь, с чего начать процедуру. А я никаких процедур еще не делал, а меня уже по голосу узнают. То есть ни документы, ничего не надо. Я даже не назвался Антоном. Я не сказал, я ни разу не подтвердил, что это я. Однако меня сразу узнали. Да. Ну это о чем говорил? Сразу во мне признали живого мужчину, хозяина меня, Антон. Так? Так. С одного слова, возможно. Я рада вас слышать. Я рада вас говорить с человеком, который понимает, о чем я говорю. Нет, а у меня тоже радость. Нифига себе, подсказал одно слово, возможно, и сразу стало ясно, что я живой мужчина, хозяин меня, Антон. Без всяких документов и без всяких процедур оживления. Да. Ну, даюсь к помощи. Вот смотри, до чего дошло. Одно живое слово, и тебя признали живым мужчиной. Хочу, чтобы я тоже была живой. Так будь живой, а кто тебе мешает? Пока я сама себе мешаю. Так не мешай сама себе. Да. На ты или на вы? Как обращаться? Ну, конечно, лучше на ты. На ты. Вот у людей есть какие-то бумаги, куда-то они отправляют эти письма, оформляют и куда-то отправляют. Мне не хватает информации. Я хочу сейчас быть хоть чем-то защищенной, хоть что-то предъявить людям, которые нарушают мои права. Но у меня сейчас нет ни одной бумаги на руках. Я не заявила себя живой официально. Ясно. Подожди. Ключевое слово – не хватает информации. Так? Да, не хватает очень информации. Как раньше, допустим, когда… Ну, допустим, в середине века прошлого. Как искали информацию? Вот нужно что-то узнать? Что делали? Спрашивали, общались. Так, это первое. Спросить у другого. Второе. Спросить у себя. Я был у себя. Я первый вопрос задала себе, что я хочу. Потом пошла информация у меня из меня. Ну, это нулевое. Нулевое у себя. Первое – это вообще нулевое – это сформировать, что ты хочешь вообще, чтобы у других спрашивать. Вот. Потом можно у других спросить. Дальше где еще что можно узнать? Как информацию получить? Читать, смотреть. Где читают обычно? Конечно. Вот в прошлом веке, в середине прошлого века где можно было прочитать? Ну, наверное, только в каких-то базах, где документация хранилась. Ну, как эти базы назывались? Кроме архива я не могу на какое слово подобрать. Есть архив, есть общедоступные места. Как они назывались, общедоступные места, где много всякой информации? Не знаю. Ну, да. Уже 21 век, все забыли, что такое библиотека. Библиотеки я могу искать до конца своей жизни. Мне нужно действовать уже сейчас. Я хочу сжать время. Я хочу сократить время поиска и приступить к работе. А, ну, тогда тебе это не ко мне. Это надо к изобретателям или самой машину времени сделать. Я никак не пойму, в чем вообще, что это за такое, что это за тема такая, что она дает, и почему она скрыта, почему так мало информации находится. Я с трудом ее выкапываю, выковыриваю, выковыриваю. Ты ошибаешься. Информации очень много. Очень много информации. У меня просто, вот если бы я сидел и изучал круглосуточно, только изучением занимался, я не знаю, у меня как минимум полгода ушло на то, чтобы изучить все, что до текущего момента, вот на данный момент существует вообще в мире по теме живых. А ты говоришь, информации мало. Ты просто ее искать не умеешь. Ну, пока нет, да, я чувствую сейчас какую-то угрозу, у меня такие ощущения. И мне кажется, что время сейчас нужно сокращать для того, чтобы получать результат. Ну, у меня такое чувство, что возможность, когда можно было делать помаленьку, потихоньку, пока по крупиночке, она заканчивается. То есть, что сейчас надо действовать очень быстро и эффективно. Быстро во все вникать, быстро применять. Ну, то есть, тебе на данный момент нужно научиться быстро искать информацию. Да. Ну, так, пожалуйста, не перебивай и давай доведем наш диалог до конца, до логической цели. Потому что ты постоянно съезжаешь вот с этой темы, где искать информацию. Я тебе пояснил, что в середине прошлого века одним из способов получить информацию было сходить в библиотеку. Сейчас, в нашем современном мире, 20-й год, 21-го века, где лучше всего искать информацию? В интернете. Как лучше всего найти информацию в интернете? Какой есть универсальный инструмент для поиска информации? Не знаю. Ну, как? Ты в интернете вообще умеешь пользоваться интернетом? Да. Я забиваю то, что мне интересно. Что делаешь? Забиваю, сделаю запрос и нахожу. Куда ты делаешь запрос? Где? Вугле. Google – это что? Сеть. Это поисковик. Слушай, вот я тебе направляю, направляю, а ты даже вот это… У тебя гигантский универсальный источник информации под рукой, а ты звонишь мне и спрашиваешь, где искать информацию. Ты у Google пробовала спросить, где мне найти информацию о живых? Да. Нет, вышло просто три штучки чего-то непонятного. Три штучки? Какую фразу ты набила? Оживление человека. Ой, так. Я не помню, как я это формулировала, но… Ну, в том-то и дело. Смотри, во-первых, не знаешь, во-вторых, не помнишь. В-третьих, не умеешь пользоваться. Да, у меня, да, я знаю, что у меня сейчас не хватает ни формулировок, ни навыков, ничего. Но я ищу человека, который мог бы мне помочь формировать это все и помочь провести. Ясно, ясно, ясно. Смотри. Я готова условия какие-то обсудить, на каких условиях он мне поможет. Ты меня слышишь, нет? Так, да, почти. Слышу, но не понимаю. Так. Во-первых, ты меня не слышишь, потому что перебиваешь. Во-вторых, ты меня не понимаешь, потому что перебиваешь. Угу. Тут ситуация, как это, в фильме «Матрица», когда Морфеус подвел Неву к двери и сказал, я тебе могу указать, где дверь находится. А открыть ты ее должна сама. Да, я хочу ее открыть сама. Ну, так открывай, спроси, вот тебе домашнее задание. Спроси у Гугля, что такое Гугл? Поисковик. Так ты же, вот, ты что, Гуглом стала, что ли? Ты знаешь ответ, что тебе ответит Гугл? Ну, ты правильно сказала, это поисковик. Так поисковиков-то много в интернете. И Ютуб, и Гугл, и Яндекс, и всякие другие, их много. Антон, ответь, пожалуйста. Вот ребята пишут эти письма, где ставят отпечатки пальцев. Подожди, подожди. Это надо сделать. Подожди. Почему кто-то ходит в суд, а кто-то пишет письма? Ну, ясно. Ты, короче, не хочешь сама искать информацию. Тебе нужно сразу на блюдечки подать. Ну, это был бы идеальный вариант, конечно, Игорь. Ну, конечно, идеальный. Только ты не учитывай, что блюдечко, оно не универсальное. Его невозможно сделать универсально. Если тебе кто-то даст это блюдечко, ты его пойдешь завтра, не зная, что это блюдечко. И будешь использовать как молоток. Потому что ты не знал, что это блюдечко. С него чай надо охлаждать, чай с помощью него и пить. А ты пошла его как летащую тарелку использовала. Для этого я ищу наставника, который мог бы мне много чего-нибудь сказать. О, вот все вы ищете наставника. Так. А что так? А что такого? Я же не учусь сама водить машину, не учусь сама вязать. Я ищу учителя, он мне показывает, дает навыки. А потом я уже сама их применяю, начинаю творить. Знаешь, чем отличается учитель от наставника? Наставник делает так, чтобы я делала сама. А учитель учит тому, что умеет он. Это мое представление. Вот вы мне звоните как наставнику, а требуете научить вас всему. Вот именно, чтобы я научил. Не вы научились? Я не требую. Нет, я так утрирую, чтобы это. Я прошу. Так ты просишь настоятельно. Ты прям перебиваешь меня. Дай мне, я тебе поясняю, где информацию искать. Ты трижды или четырежды уже съехала с этой темы на те вопросы, которые только тебя интересуют. Вот даже сейчас перебиваешь. Да, я пытаюсь свой мозг перестроить, но он у меня пока работает по старой системе. Я не могу его сейчас контролировать, резко научиться. Мне нужно будет время, чтобы я могла останавливать сама себя. И не перебивать человека. У тебя руки есть? Записать? Нет. Если у тебя, как говорится, голос, ты не в состоянии остановить свой мозг, остановить свои слова, то как минимум можно попытаться прикрыть себе рот рукой. Хорошо. Да, хорошо. Я буду так делать. Не, ну я серьезно. Вот ты звонишь, хочешь вызвать информацию. А сама мне постоянно рот затыкаешь. Ну, эфир забиваешь своими словами. Я прекрасно знаю, о чем ты хочешь сказать. Я тебя пытаюсь донести информацию, которая тебе нужна. Но при этом ты меня постоянно перебиваешь. Нет, мне это не интересно. Я хочу вот на конкретный вопрос. То есть ты пытаешься использовать меня как поисковик. Я хочу задать тебе вопросы. Немедленно дай мне миллион ответов. И вот чтобы самый первый был, самый этот, правильный. Я даже не хочу ничего сравнивать, искать, слышать другие мнения. С одной стороны, с другой стороны рассматривать. Я этого ничего не хочу. Сразу дай мне правильный ответ. Не бывает правильных ответов. В каждой ситуации все это по-своему происходит. Так вот я тебе говорю, что когда я искал информацию 3 года назад, вот сейчас интернет просто кишит информацию про тему живых. Очень много информации. 3 года назад было, наверное, примерно процентов 5 от того, что сейчас есть. Но даже тогда мне хватило, чтобы на месяц засесть за компьютером и непрерывно, прерываясь только на сон, еду и в туалет сходить, я целый месяц сидел и все это впитывал, искал, и видео смотрел, и статьи читал, и с людьми общался. Все вопросы я задавал поисковику. Вот ты как-то странно там какую-то фразу написал, увидел три результата и все, я остановился. Попробую фразу «живой человек», «живой мужчина», «живая женщина». «живой в суде». Вот этих фраз тебе хватит как минимум на 2 месяца. Я поняла. Я этим сейчас и займусь. Ищи не только в этом в гугле, но и на ютубе. Антон, я благодарю тебя за время и за понимание, и вообще за то, что ты сделал эту работу, потому что именно с твоих работ у меня началось пробуждение. И я надеюсь, еще кого-нибудь тоже подключу. И желаю тебе хорошего вечера. Стой, никого подключать не надо. Тут, как говорится, спаси себя сам, и тысячи спасутся вокруг. Я никого не подключаю. У меня вот это сразу все не звучало. Ты, если будешь подключать кого-то или какую-то команду сколачивать, рано или поздно к тебе придут из отдела «Э» по борьбе с терроризмом и экстремизмом и будут вменять тебе организацию экстремистского сообщества. Так что ничего сколачивать не надо, никого привлекать не надо, никого пропагандировать и призывать ни к чему не надо. И такие слова, как группа, организация, команда, сообщество и всякие такие подобные, использовать ни в коем случае нельзя. – Хороший совет. Вовремя. Я все поняла. – А еще ты сказала, как ты там сказала, то ли спасибо, то ли благодарствую за твою работу. – Благодарю. – Благодаришь за работу. Так вот я не работаю, я тружусь. Разницу знаешь? – Родится человек, когда он это делает от сердца, не под принуждением, не за деньги. – Ну, а работает кто? – Выполняет свое предназначение. Наверное, так. – А работает кто? – Работает тот, кто по найму получает за это деньги. У него все конкретно, четко. Он выполняет просто заказ. – Ну, так я… Вот еще раз. Я работаю или тружусь? – Это труд. Большой. Большой труд. Я благодарю тебя за труд. – Благодарство. – Разговор можно размещать для всех? – Да, пожалуйста, если это кому-то помогут. – Ну, надеюсь. Что, у тебя все? – Ладно. Да, вот. Благодарю. Всего доброго. – Давай, счастливо. Благодарствую. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! – Субтитры Алексею Дубровскому! – Субтитры Алексею Дубровскому! – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!